В Беларуси готовится к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин создан на основе плазмы переболевших пациентов. Его особенность в том, что в ампуле с 3 мл будет содержаться такое количество антител, как в 300 мл плазмы от донора. С появлением препарата процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный иммуноглобулин можно будет применять независимо от группы крови пациента. Опытная партия готова, продолжаются доклинические испытания. Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Он отметил, что заболеваемость несколько должна быть увеличена. Она связана с волнообразной практикой эпидемического процесса и присоединяется вирус гриппов. Но ситуация контролируемая. Белорусские предприятия подписали контракты на 7 млн долларов на продовольственные выставки в Дубае. Отечественные производители представили мясную и молочную продукцию, товары из мяса птицы, яиц, бакалею и кондитерские изделия. Результатами работы этих предприятий в Дубае стали контракты с партнерами из ОАЭ, Бангладеша, Египта, Иордании, Ирана, Ирака и других стран. Оплатить проезд в метро можно с помощью биометрии. Для держателей карточек Мастеркард всех банков страны начал работать сервис с использованием технологии распознавания лиц. Новая опция доступна на станциях метро «Немига», Институт культуры и площадь Ленина. Для оплаты проезда нужно всего лишь посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов. Все займет буквально пару секунд. Министр обороны Беларуси проведет личный прием граждан в Бобруйске 10 марта. Виктор Хренин встретится с желающими в райисполкоме по адресу Пушкина 215А. Телефон для предварительной записи 78-94-07. Часы приема с 10 до 11 утра.